всем привет на моем канале в этом видеоролике протестируем вот такой вот адаптер точнее это даже не адаптер инвертор с и прикуриватель автомобильного с 12 вольт на 220 вольт то есть для подключения устройств 220 вольт к сети автомобиля вот такой коробки он пришел ссылка сразу скажу есть в описании на продавца и цена у него одна из лучших и быстро очень доставка кстати говоря рекомендую ссылочка есть в описании в такой коробочке он приходит увесистый достаточно такой сейчас мы откроем я брал недешевый экземпляр вот здесь есть напряжение и мощность 200 ватт конкретно вот этот экземпляр должен быть и в принципе здесь больше такой информации наверное никакой интересной для нас нету 12 вольт входящие напряжение и исходящие 220 вольт с этой стороны указан открываем и в комплекте получаем сам вот такой вот инвертор вилочка переходничок и краткое руководство руководство и еще какой-то гарантийный что ли талон есть китайский и английский язык которым вот указано показано и что-то даже расписано кому интересно можете посмотреть вот еще такие вот есть кстати характеристики ставьте на паузу если кому нужны смотрите здесь все расписано все характеристики по напряжением потоку и по мощности такой переходник под различные розетки в комплекте сам адаптер точнее инвертор выглядит вот так 200 ватт 12 на 220 корпус вроде бы как алюминиевый должен быть или сплав какой то здесь есть индикатор питания юсб разъем для зарядки и сама вилка вилка в принципе можно и без переходника использовать можно с переходником использовать кому как нравится в принципе можно подключиться к нашей обычной розетки и так и проводочек для подключения прикуриватель но достаточно такой короткий проводок на самом-то деле здесь по идее должен быть еще и предохранитель сейчас его разберу посмотрю как там он внутри остру устроен и еще мы его подключим и протестим я подключу сюда в вольтметр подключим зарядку от ноутбука и посмотрим просадку напряжения и все вот эти вот характеристика которые будут важны для нас и так я снял одну из крышек для того чтобы увидеть сам непосредственно трансформатор здесь точнее это даже не трансформатор такой дроссель охлаждение транзисторы и мы видим что транзисторы не касаются собственно корпуса это не очень хорошо я надеялся что вот здесь будут они закреплены и как раз таки это будет охлаждать их немножко часто включу подсветку вот и мы можем теперь видеть более все точно то есть вот стоят транзисторы как видим транзисторы у нас идут svf 830 вот но они не касаются к радиатору никоим образом это не есть хорошо давайте подключать и пробовать что же он нас выдаст по напряжению ну а теперь проведем испытания уже в автомобиле я подключил в прикуриватель автомобиля данное устройство вот у нас есть индикация что она работает и сейчас я подключу сюда вот такую штуку которая показывает у нас напряжение и показывает она 181 вольт отключаем при этом не очень это понравилось самому вот этому инвертору потому что он начал сдавать какой-то непонятный звук и теперь у меня стоит ноутбук с таким ресурсоемким процессом который требует подключения к питанию кстати плохо что здесь нет отключения отдельной кнопочки вот чтобы его можно было отключать где-нибудь здесь хотя бы приходится вытаскивать вилкой каждый раз и в общем то требует постоянно постоянного включения в розетку ноутбук при таком процессе поэтому сейчас я попробую подключиться все вроде бы работает давайте посмотрим на ноутбук на сам эту штуку я оставлю и посмотрим на ноутбук на ноутбук идет процесс загрузки рендеринга видео точнее даже обработки это ресурс к ресурсоемкий такой процесс поэтому смотрим зарядка появилась зарядка есть процесс пошел то есть заряжает он без проблем я думаю это одна из основных функций для которой собственно покупает данные инверторы это подключение ноутбука все пока работает то есть не греется тепловой кота ощущение что он нагрелся нету давайте еще попробуем теперь отключаю сразу слышно что зарядка отключилась подключу вот сюда через это устройство ноутбук посмотрю по напряжению небольшая просадка весь как видим 165 вольт без ноутбука было 180 ну плюс-минус здесь пусть она немножко обманывает этот вольтметр но тем не менее я думаю что не на 40 вольт то есть он при 160 вот отключился из-за того что низкое питание давайте еще попробуем сделать следующий момент я заведу машину и попробуем еще раз повторить тест у нас заведенном автомобиля вот теперь уже результат совсем другой 227 вольт и все отлично то есть сейчас включился ноутбук сразу просто просадочка пошла на 10 вольт это зарядка от ноутбука ноутбук работает в таком ресурсоемком режиме скажем так не просто простое монтируется видео поэтому просадка есть то есть потребляя мощность немножко уже просаживаем данный девайс но тем не менее мы видим что насколько сильно поднимается напряжение если автомобиль включен заведен двигатель насколько она падает если мы просто используем без заведенного двигателя то есть в идеале использовать его с заведенным двигателем и тогда будет все в порядке как видим напряжение в принципе стабильная 213 вольт плюс-минус погрешность данного измерительного прибора поэтому я думаю что вполне себе годное устройство и зря я сначала решил что он не соответствует заявленных характеристикам здесь все в порядке то есть рекомендую убрать заряжает ноутбук напряжение не просаживается при этом в принципе штука годная ссылка на него будет в описании продавец отправляет достаточно быстро его и приходит он достаточно быстро все работает все отлично так давайте еще раз отключу и вот только отключая двигатель сразу напряжение падает 195 и ниже ну в общем то это норма потому что и так напряжение в сети в бортовой соответственно ниже поэтому в общем то вот так не забываем подписаться поставить лайк данному видео всем спасибо пока